Роспотребнадзор по Нерюнгринскому району подвёл итоги работы за минувший год. Одно из основных направлений работы ведомства – защита прав потребителей. По этому сектору в районе за год было изъято из оборота 177 партий пищевых продуктов. Все подробности у коллег в Нерюнгре. За 2016 год в территориальный отдел Роспотребнадзора в Нерюнгре поступило 291 обращение. Из них 119 на нарушение прав потребителей. Чаще всего граждане жалуются на сферу розничной торговли, жилищно-коммунальных и медицинских услуг, а также бытовое обслуживание населения. Высокая партия изъята мяса и птицы и составляет 15 тонн 150 килограммов. Больше 14 тонн изъято у нашей Нерюнгринской птицефабрики в связи с тем, что нарушили сроки хранения. Данная продукция изъята из оборота и направлена на сельхоз нужды. За прошедший период увеличилось число жалоб потребителей сложной цифровой техники, сотовых телефонов и планшетов. В связи с поступлением 15 жалоб был проведен круглый стол с предпринимателями, владельцами магазинов бытовой техники и сотовой связи. Прежде чем обращаться в органы по защите прав потребителя, потребитель должен претензионно отработать с продавцом. Он должен написать претензию в письменном порядке, он должен получить ответ. И уже в случае, если отсутствуют какие-то действия или меры, предпринимаемые продавцом, он уже тогда имеет право обратиться в органы по защите прав потребителя. Особое внимание уделялось эпидемиологической ситуации в районе. Для предотвращения подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ территориальным отделом Роспотребнадзора, помимо вакцинации и отмены детских массовых мероприятий, в особо опасный период были впервые применены и другие меры, что позволило школам не объявлять карантин. С управлением образования мы разработали, согласовали совместный график выведения по ступенчатой на каникулы. Помимо этого, Роспотребнадзор ведет административные расследования и консультирования граждан. Только за 2016 год вследствие несоблюдения санитарного законодательства была приостановлена деятельность 49 объектов от 15 до 30 суток. А благодаря работе сотрудников отдела, нерюнгринцы вернули в свои кошельки около 4 миллионов рублей, отданные за недоброкачественный товар или недобросовестные услуги. Галина Якимчак, Рустам Шакуров, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгрин.